В Белгороде мы не зафиксировали негативного отношения к мигрантам. Наиболее позитивно, белгородцы относятся к мигрантам из Беларуси, а также Луганская и Донецкая республики и Украины. Белгород – многонациональный город. Здесь живут представители более ста национальностей. Русские, татары, белорусы, украинцы, армяне, молдаване. Перечислить всех невозможно. Но очень важно, чтобы мигранты уважали традиции белгородцев, а белгородцы принимали культуру иностранных граждан. Гармонизировать отношения разных национальностей помогает проект «Белгородщина. Земля добрососедство». Землячество – это объединение разных народов. В рамках проекта Институт приграничного сотрудничества и интеграции провел социологический опрос. Он помог определить отношения белгородцев к землячествам мигрантов. Результаты оказались положительными. Участниками проекта были и жители Белгородской области. Мы делали акценты на разных категорийах. То есть это не были только иммигранты, это были у нас и молодежь, студенты, которые зачастую просто не проинформированы совсем о том, что у нас какие-то есть в Белгороде землячества, какая-то ведется работа, проводятся какие-то мероприятия. Они демонстрируют, показывают свою культуру, свое историческое наследие. И более старшие категории. То есть большая задача была именно проинформировать население регионов. Белгородская земля всегда была территорией добрососедства. Привлечь людей к решению общих проблем и сплотиться – важная задача в реализации проекта. А социологические опросы широких слоев населения позволяют определить отношения местных жителей к мигрантам. Исследования ученых отличаются тем, что их делают на благо общества. И не все читают сложный научный язык. То наша задача как раз популяризировать в том числе и такую сложную тему. Потому что, поверьте мне на слово, вот Александр Владимирович очень четко сказал, к мигрантам не везде хорошие отношения. Не везде воспринимаются мигранты и землячество как структура общества. В проект «Белгородская земля добрососедства» вошел и фестиваль землячеств. Одним из ярких мероприятий которого стал знаменитый узорный хоровод «Кривые танки». Он привлек жителей разных стран, где китайцы пели нашу «Катюшу», русские смогли сыграть на африканских музыкальных инструментах, а ребята из Афганистана пили китайский чай. И эти «Кривые танки» – это настолько они уникальны, что они попали на карту России за локальность. Потому что мы попали именно через фестиваль локальных культурных брендов. Землячества должны стать социальным институтом. Тогда гармония в межнациональных отношениях станет основой для единения разных народов. А взаимопомощь и поддержка будут ключевыми факторами при интеграции людей. Мы не останавливаем наш проект. Мы открыты к новым свершениям и будем максимально поддерживать все инициативы, которые направлены на добрососедство Белгородчика. Екатерина Скляренко, Роман Юрин, Белгород Медиа.